Предоставляю слово Михаил Буисовича. Я думаю, что оно не так, как и так. Да. Мы должны познакомиться. Дерево уже нет. Здесь достаточно. Собственно, развернение имеет это дерево, можно понять, из названия «рождение радуги». То есть я не ставлю перед собой цель изобразить саму радуги в явлении, а именно её зарождение, из чего она выходит. Помимо этого, в зрении ещё кое-что между строк, обычно это бы прямо любит. У меня сразу к вам вопрос. У меня есть подозрение такое, что три части вашего сочинения, а каждый из них символизирует какой-то, может быть, этап для рождения радуги. Правда? Вы это скажете, пожалуйста? Сразу открою вас. Хорошо. Первая часть – это радуга. Радуга появляется обычно после серьёзных бури, а бури появляется после небольшого отборника. Первая часть, собственно, и есть небольшой дождь. Вторая часть – это буря. В третьей же части буря сходит на нет, и, собственно, в последних тактах сама работа. Вот это сразу нас настраивает на такой образ правильный лап, и мне кажется, что факт, что для меня эта сцена явно угадал всё. Это интересно и хорошо, и для меня как исполнитель – это такое небольшое подспорье. Но, соответственно, музыка получается программно. Еще есть аккаунты. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 повторений до повторения базовая единица позиция вообще гиршкович самый главный элемент анализа вот но он никогда не повторяем точно и он собирает из кирпичиков своей композиции до своего аккорда новые аккорда то есть аккорд может состоять не только из вот этих трех нот но можно к нему добавить еще варку еще увеличенную парку или вот эту квартиру сократить до терции а наоборот увеличить ее собрать из нее такую цепочку интервальную новую собственно мой взгляд это то как он допустим пришел к серии когда у него цепочка просто доросла до всех 12 серия люди которые только знакомятся с идеей серии кажется что это что-то с неба упавшее такое очень механистичное такое какой-то такой чужеродный какой-то принцип который диктаторским каким-то способом начать организовать композицию нет он возник серия возникла из вот этих вот каких-то и мне кажется что тут можно больше немножко с этим работать или например там так как типа 20 первой части не обязательно это должна быть хроматическая гамма потому что когда у вас есть хроматическая гамма и она еще и повторяется на пускай там от другой но немножко она выглядит как такой ну как такой эффект украшение да я понимаю во второй части это небольшая посадка программы другие еще но получается так что получается как бы повторяющиеся элементы они немножко действительно ну как человеческое восприятие лениво то что повторяется мы обычно уже не воспринимаем также внимательно как то чтобы то есть если у вас есть такой повторяющийся элемент да уже слушатели его слушает менее внимательно чем но повторяющийся элемент это не только повтор механистической гаммы хроматической гаммы но и внутри хроматической гаммы она состоит из одинаковых интервалов и тоже внутри себя такой повтор немножко такое у вас есть какой-то рельеф интересный пьесе звуковысотный а хроматическая гамма немножко так как бы полирует тогда немножко все как бы ровная такая поверхность получается получается вот в этом смысле может быть ну вашей музыке есть что-то может быть там от миссиана даже чуть больше там машинка но вот интересно что все эти композиторы используют как используют и миссиан и шоу они используют какие-то вот такие логические структуры давать повторяющихся ладов или серии и многие думают на мой взгляд глубоко ошибочно что привлечение такого рода структур она как быстреноживает композитора она заставляет его следовать все время какой-то логике и не дают ему значит свободно выражаться а на мой взгляд использование подобных структур она наоборот освобождает потому что она на основе уже существующего какого-то интересного материала она может привести к каким-то новым звуковым результатом который вы по нашей такой инерционности да мы может быть его бы не сгенерировали и в этом смысле и серийное мышление и там мышление вот такими матричными ладами да она может создать новые структуры которые вы не ожидаете такая помощь композитором в этом смысле может я бы рекомендовал вам поэкспериментировать со структурами звуковысотными различными не обязательно эти дамы какими-то и поэкспериментировать на сделать может быть наброски каких-то от звуковысотных аккордовых структур составить такой план пьесы следующий но вот и тогда может быть она будет чуть более гибкой у вас очень красивые и тембровое и ритмическое мышление очень понравились третьей части я хотел сделать когда посмотрел если мне хотелось наоборот сделать какое-то замечание поэтому сейчас особенно после вот такого выразительного исполнения михаила миличи я понял что вот эти пассажи в начале третьей части которые представляют собой по сути просто ускорение но выписано что я хотел сделать проще просто вот так вот но сейчас я понимаю что действительно стоило вот так вот записать потому что это действительно звучит по-другому и вы интересно там дальше работаете потому что у вас в конце страницы в конце третьей части первую систему и последнюю систему страницы вот тут уже другие форматы да и уже по-другому это ускорение расходится не просто ускорением чем-то таким более организованным мне кажется вот эта работа на мелком уровне в вашей пьесе и в области ритма и в области звуковысотности она может быть очень ценный и мне кажется что вам ну как-то может стоит чуть больше на ней сфокусироваться потому что у вас явно это очень хорошо как-то получается и но мне кажется что вы можете больше реализовать весь потенциал такой работы с мелкими деталями с кирпичиками до из которых устраиваются какие-то новые структуры и третические и звуковысотные или вот например очень интересным акустическом плане момент который я вот тоже обратил внимание только после исполнения в начале второй части у вас там форте аккорд форте и тут же долл на пьяна и причем сначала это вот они слышно потому что из-за динамической разницы из того что там она слушается как какой-то отзыв и только потом он вырисовывается причем вырисовывается как ритм но у вас опять же этот ритм немножко повторяется он такой немножко из акта там рок-н-роггин а здесь может быть тоже могут быть тоже какие-то разные немножко паттерны понимаете да вот интересно что далее тоже более такая мелкая тонкая как бы с ними вариативная работа да 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 конечно одна из людей как раз таки астенатность с одной стороны когда вы вводите структуру повторяющиеся уже понятно что она повторяется но дальше вы можете этот повтор делать немножко тоже знаете как слышно что повторяется собственно момент в весне священной стране на одном аккорде просто акцент интересно что там слышно что это астенат но это не совсем точная стена более вообще целое исследование по поводу этого места ритма строительства вот который астенат но как бы не регулярно да понимаете повторность человек очень быстро схватывает он ее схватил и в общем он уже понял что это повторно а дальше симпатичное нарушение потом да мне кажется что можно вот эти идеи работы с мелкими паттернами и кожу больше больше здесь потенциал мне кажется вот ну собственно мне кажется это все все основные мысли которые я хотел высказать а вообще вообще интересно да пожалуйста вот с точки зрения моего подхода исполнить сделать доплатить в какие-то звуки я здесь получил такие задачи которые вот меня пара исполнительские задачи так скажем вот не всегда у нас читок такие я получаю задачи задачи сродни тем которые возникают ну вот в музыке например при людях до весны при людях сиан то есть это звук владения инструментов краска и это меня увлекло это очень приятно мне было это видеть вот и на самом деле вот когда я сел за инструмент как раз вот все особенности такого рода задачи славненских меня здесь занимали и заботы потому что садишься вверхах гремучий так как возьмется пьяным все эти градации нюансы так далее вот здесь это очень важно это сущностные вообще вещи краска нюанс взаимоотношения регистров вот и вот в этом смысле как-то как-то я себя почувствовал какой-то родной стихии потому что потому что это вот портопеарная музыка и кстати с точки зрения фактуры удобства тоже вот вы говорите переносить руку это совершенно справедливо но при этом получается что это все удобно это все удобно и это большое достоинство для исполнителя вот с каким текстом встречаться теперь мне очень понравился этот материал потому что он действительно он очень такой зримый он очень образный он очень не могу сказать здравствуйте 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 он очень как-то рисует сразу всю эту картинку и мне понравилось что он очень многослойный в смысле вот фактуры звучания это опять-таки обращение реально в живом институте не какая-то не какая-то схема а это живое звучание то есть ну вот много слоев в этой музыке все время и материал очень разный с каждой части на каждую задачу но при этом связанная между собой вот но что еще бы я бы хотел сказать что вот этот разный материал его кусочки его какие-то фигуры его разные краски там разные мазки они иногда соединяются действительно немножко механистически как мне кажется то есть вы начинаете работать такими клише которые в общем не табуированы мне кажется но когда это клише на клише то есть хроматическая гамма да вот эти воспоминания либо по аутанам либо по аутанам и астенатам ну вот все что упомянули и много действительно хроматических подобных то становится немножко жалко что может быть этот материал и даже когда вот в третьей части вот эти же фасады о которых тоже было речь вот 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 вы просто их переносите трансфорнируете и все а может быть какие-то еще другие методы работы кроме повторения от разной высоты здесь были бы возможности вот так что мне кажется вот все достоинства этого материала его разнообразие его многослойность его такая образность могут получить немножечко может быть другой или немножко более какой-то фантазийный способ развития а у вас получается что тип изложений ну как у нас все хочет разный тип изложений он все время как бы экспозиционный вот но при этом действительно разнообразие и издром у вас действительно достойно постараемся с а вот у меня развитие еще может учиться не что нет спасибо спасибо спасибо